Злободневная тема контроля за качеством ремонта дорог обсуждалась во вторник в мэрии. Руководство города встретилось с членами общественного совета при ДГХ, чтобы подвести итоги работы за последние полгода. На встрече побывал мой коллега Евгений Полковников. В этом году город уже истратил на ремонт дорог больше 700 миллионов рублей, заключив с подрядчиками 38 контрактов. Проще говоря, львиная доля средств на дорожные работы в этом году израсходована к началу августа. При этом заявили на совете 95% дорог либо сделаны, либо в работе. То есть в целом план выполняется в контроле за качеством ремонта в приоритете. Лаборатория нашего заказчика, агентства по муниципальному заказу на всех объектах берет вырубки, и нижних слоев, и верхних слоев. На сегодняшний день около 4% вырубок не соответствует, 4% всего. То есть по всем этим некачественным вырубкам подрядчикам выдано предписание, и на этих участках они будут обязаны заменить асфальтовое покрытие. Однако члены совета констатировали, работу дорожников нужно оценивать не только глобально, но и по конкретным участкам. А здесь есть проблемы и недостатки, которые можно обнаружить, выехав на плановые места ремонта. К слову, специалисты совета, а среди них есть и серьезные ученые и технари, это делают регулярно и берут на карандаш подрядчиков, срывающих сроки ремонта. Мы провели контроль 9 объектов, ни один объект по контракту не был выполнен срок. Поэтому о приемке говорить пока может быть не очень корректно. У нас вызывает большие неудовольствия фирма «Дортехстрой» инвестпроект ДСУ-1. Ярославлю хорошие дороги крайне необходимы, говорили на совете. Появляются новые маршруты общественного транспорта. Так, с 1 августа городские власти запустили маршрут номер 55 с Красноборской до Ярославля-Главного. Причем этот маршрут передвигается по проспекту Ленина. То есть с моста он уходит мимо завода «Красный маяк» на проспект Ленина и до Ярославля-Главного. Люди давно этот маршрут просили, мы его запустили. Поэтому ждем их реакцию, чтобы более удобно сделать для граждан. Чтобы контроль за качеством ремонта дорог был, что называется, на уровне, штат сотрудников агентства по муниципальному заказу ЖКХ, возможно, будет увеличен. Евгений Полковников, Василий Мосин.